Сотрудники полиции разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Владелец автомобиля марки «Вольво» не справился с управлением, вылетел с дороги на тротуар и избил пешеходов в семью из трех человек. Женщина 34 лет и полуторагодовалый мальчик от полученных травм скончались в реанимации. 36-летний мужчина находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Очевидцы и сам глава семьи пытались задержать виновника ДТП, но тот сумел сбежать с места происшествия. Сейчас его ищет буквально весь город. Все подробности у Стаса Васильченко. Информация о страшной аварии быстро распространилась по всем СМИ. Семью с годовалым ребенком сбили прямо на тротуаре. Вот мужчина, женщина и ребенок. Опа! Очевидцы рассказали, что автомобиль «Вольво» двигался в сторону улицы Школьная. На скорости водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар, по которому в этот момент шли мать, отец и годовалый ребенок. Автомобиль буквально переехал ребенка и мать. Отца от удара отбросила в сторону. Я увидела этот момент, когда она проехала по ним. И я сразу перебежала. И вот стала подбегать к ребенку. Очень испугалась, что он не шевелится. Вообще очень сильно испугалась, что он просто не двигается. Он сначала не подавал каких-то там признаков. А женщину, я так поняла, вытаскивали из-под колес. Я так поняла, что машину эту поднимали. Пока очевидцы пытались достать пострадавшую из-под колес автомобиля, водитель вылез через заднюю дверь и скрылся в неизвестном направлении. Не поняла, в какой момент вылез водитель и куда он ушел. Видела только, что с задней левой двери, с пассажирской, он вылез. Я думала, это пассажир, но как выяснилось потом, это и есть сам водитель. На месте ДТП работают следователи и кинологи. Снимают отпечатки пальцев, досматривают автомобиль на наличие наркотиков и алкоголя. Пострадавших доставили в реанимацию. Нейрохирурги до последнего боролись за жизнь матери и ребенка. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Оба скончались. Отец с травмами различной степени тяжести находится в больнице под наблюдением врачей. Мужчине требуется как медицинская, так и психологическая помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом назначено проведение ряда исследований. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сейчас полиция разыскивает виновника аварии. Его личность уже установили. Им оказался 36-летний житель приморской столицы Тимченко Николай Александрович. Подозреваемый скрывается от полиции. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обращаться в органы внутренних дел. Стас Васильченко, Панорама.